Можно ли подавать деньги музыкантам, переходам и другим просящим, которые чего-то делают ради подачи? Будет ли лидиация пожертвований плакостей? Да? Если человек просит на выпивку, лучше не давать. Можно ему давать пищу, потому кто хочет выпивать. Если он не берет пищу, значит ему вообще ничего не надо давать. Бывает, что люди не хватает денег, они поймут ли этого, приносят счастье всем окружающим. Особенно если он поет красиво, надо обязательно им положить денежку. Это будет пожертвованием плакостей. Означает, что вы находитесь в гармонии с этим миром. Бывает, птички ничего не просят, просто кушать хотят все птички, кушать хотят можно их кормить. Я мама всегда кормила синичек зимой. И ставила им такую как кормушку деревянную, бросала туда всегда хлеб. Когда хлеба не было, то синички прилетали и стучали в стекло. А бывало, что даже рано утром, где-то часа в 4-5, стук такой в стекло раздается, и мама встает с постели и не хочет спать. Найдет, кладет им покушать и спать ложится. А если бы мы недавно ничего не просили, женщина у нас посмотрела, мы улыбались, стояли с дочерью. И она ее потянула руки и ввела в свежую ногу. Нормально, надо принять. Очень важно знать, что есть три типа любовных отношений, от которых не надо отказываться. Надо дарить дары и принимать дары. Надо дарить любовь и принимать любовь. И надо дарить общение и принимать общение. Иногда людям тяжелее принимать любовь, а иногда тяжелее отдавать. То и другое им вызывается королевство. Но это опять не к тому, чтобы мне что-то подарили. Я как раз, мне трудности с принятием дороги. Чувствую себя обязанным. Особенно часто бывает так, что это опять вам не в обиду. Но мне это вызывает боль. Когда человек что-то приносит мне в подарок, я беру, благодарю его, а потом он у меня просит консультацию индивидуально. Это удар ниже пояса всегда. Я становлюсь должным этому человеку. И он меня требует индивидуально общаться с ним. Я обязательно уделю внимание этому человеку. Но в сердце у меня не удовлетворение подошло. Он об этом не узнает никогда. Я чувствую себя изнасилованным в этом случае. Издаваем варианты. Или подойти ко мне просто попросить консультацию, или дать подарок. Но если все вместе, получается некрасиво очень. Мне один здесь знакомый, он так распространял духовную литературу. Он подходил к человеку и говорил, у меня есть для вас подарок. Давал ему духовную книгу. Тот брал, говорит, неужели это бесплатный подарок? Тот говорит, да, это для вас. И тот брал, кто и стал, говорит, какая красивая книга, спасибо вам большое. А тот стоит и уходит. И тот говорит, а я что-то должен за нее? Такой теряется человек, что-то должен? И тот говорит очень таким мягким, добрым голосом. Обычно за эти книги жертвуют столько-то. Человека не было в планах жертвовать за книгой. Это называется грабеж. Вот, стоп. Грабеж уже. Надо отдать книгу и пойти. Если вам не нужна эта книга. Ну, часто люди, которые так делают, они, в общем-то, невинны. Они просто не понимают, что так не надо делать. Можно взять книгу дать пожертвованию. Он все равно их не проест, он отдаст грампу. Но в целом это неправильно. Я против такого поведения. Вообще в целом. Отношения должны быть очень стараться бескорыстными. Будьте должны развивать отношения со всеми.